Актриса Джованна Антонелли. Она так убедительно смотрелась в роли роковой женщины, что сумела по-настоящему влюбить в себя Лукаса, ой, простите, Мурилу Бенисиу. Бурный роман закончился браком и рождением сына, но сказка быстро закончилась. Мурилу оказался тем еще ревнивцем, он рассуждал так. Джованна бросила ради него своего мужа, а значит, может поступить с ним точно так же. Актриса не выдержала бесконечных сцен ревности и потребовала развод. Сейчас она счастливо живет с режиссером Леонардо Нагейра, воспитывает двух очаровательных девочек-близнецов Антонию и Софию. И в свои 44 года выглядит просто шикарно. Она постоянно радует своих поклонников горячими снимками в купальниках, мини и нижнем белье. В чем ее секрет? Правильное питание, спорт, хороший сон и любимая семья рядом. Ну и пластические хирурги немного постарались, скромно признается актриса. В отличие от стройной Джованна Антонелли, еще одна восточная красавица Летисия Саботелла немного поправилась и уже не так сильно похожа на утонченную и нежную латифу из клона. Но актриса все так же обворожительно улыбается, радуя поклонников ямочками на щеках, и ее глаза по-прежнему горят озорным огнем. Мало кто знает, но много лет назад Летисия пережила огромное испытание. В 1993 году на шестом месяце беременности она родила девочку весом 800 грамм и два года отчаянно боролась за жизнь своей Клары. Малышка выжила, но сама Летисия больше не может иметь детей. Но ее дочь жива и здорова, а для актрисы это самое главное. Надо заметить, что Саботелла, как и ее героиня Латифа, очень верующая женщина. Она вегетарианка, занимается йогой и с большим интересом читает духовные книги. Еще одна сильная женщина из сериала – Даниэлла Эскобар. Она сыграла жену Лукаса – Маизу. Даниэллу считает одной из лучших бразильских актрис. А вот с личной жизнью у красавицы все складывается так же непросто, как и у ее героини. За плечами у актрисы два развода, у нее есть сын Андре и маленькая внучка. Мурилу Бенисио, экранный муж Даниэллы, тоже находится на пике своей популярности. В фильме он изменял Маизе, и как оказалось, в реальной жизни актер тоже был тем еще лавеласом. Он крутил романы с Александрой Негрини из «Жестокого ангела», Каролиной Феррас из сериала «Во имя любви» и актрисой Гильерминой Гинли. Но так же, как и с Джованной Антонелли, все эти романы закончились одинаково. Устав от постоянных сцен и обвинений в неверности, возлюбленные Мурилу сбегали от ревнивца как можно дальше. Но актер все же нашел ту женщину, которая смогла выдержать его непростой характер. С 2013 года Бенисио живет с актрисой Деборой Фалабеллой, которая в клоне сыграла его дочь Мел. Оказывается, Мурилу был старше своей экранной дочери лишь на 8 лет. А недавно Мурилу Бенисио снова встретился с Джованной Антонелли. Это случилось на вечеринке в честь 15-летия их сына Пьетро. Джованна почти не изменилась, а вот в коренастом мужчине с седой бородой уже трудно узнать того самого Лукаса из сериала. В клоне переживали не только за судьбу Джади и Лукаса, но и за Саида. Отчаянно влюбленный мужчина, готовый все простить своей Адалиске. Он был мечтой многих женщин. В отличие от своего героя, актер Далтон Вик счастлив в личной жизни. Его избранница, Камила Черкес, тоже актриса. А знаете, что самое интересное? В 2016 году Камила подарила мужу сыновей близнецов Артура и Дэвида. Получается, что и Жадии, и Исаид теперь одновременно воспитывают близнецов. Вот такое удивительное совпадение. А теперь взгляните на эту красавицу. Узнаете в ней маленькую и нескладную Хадижу. Это Карла Диас, модель, актриса, ведущая и звезда Инстаграма. У этой девушки больше двух миллионов подписчиков, она покоряет подиум, и день от дня становится все популярнее. Но самый большой сюрприз 2020 год принес актрисе Стефани Бриту, которая сыграла дочь Латифы Самиру. Буквально несколько дней назад она впервые стала мамой. Актриса родила сына от бизнесмена Игоря Рачковски, и теперь совершенно счастлива. А помните маленького Лео? Сможете узнать его в этом красавчике. Актеру Виктору Кугуле уже 24 года, вот только в сериалах он больше не снимается. В 2005 году Виктор завершил актерскую карьеру и получает образование в сфере рекламы. Судьба Лусяна Шафера, который сыграл знойного красавчика Зейна, сложилась совсем не так легко, как у его обаятельного героя. Актер пережил несколько семейных трагедий и в последнее время редко появляется на экране. В 2017 году Лусяна потерял отца, который долгое время боролся с раком. Тот оставил сыну огромные долги перед банком, и все счета актера были арестованы. Чтобы заработать немного денег, Лусяна даже запустил реалити-шоу о нелегкой жизни своей семьи. Актер сильно изменился и заметно постарел из-за стресса. Элиане Джордини, сыгравшей Лару Назиру, тоже пришлось непросто. В июне прошлого года она потеряла внука и очень тяжело переживала семейную трагедию. Много испытаний пришлось пройти Вере Фишер, сыгравшей в сериале «Ветреную и эмоциональную Иветти». Из-за проблем с алкоголем и запрещенными веществами Вера едва не разрушила себе жизнь. Продюсеры не хотели с ней сотрудничать, муж бросил ее, а еще актрису лишили прав на собственных детей. К счастью, Вера Фишер взяла себя в руки и победила опасную зависимость. Сейчас актрисе 68 лет, она живет одна и активно снимается в кино. Да, время беспощадно. Увы, некоторых актеров с нами больше нет. Мара Манзан, сыгравшая роль женщины-вулкана Адетти. Перри Салис, воплотивший на экране смешного бородатого марокканца Мустафу. Себастьян Восконцелос, которого запомнили по роли строгого Абдулы. Гильермо Каран, сыгравший роль мошенника Рапазау. Каждый из актеров очень гармонично и реально сыграл своего персонажа. Зрители заметили, когда смотришь «Клон» в первый раз, то полностью поддерживаешь Жади и Лукаса. Такая любовь бывает раз в жизни. За нее нужно бороться. Но потом замечаешь, что все не так просто. Жизнь Жади не такая уж и плохая. Красавец муж потакает всем ее капризом и исполняет малейшие желания. У героини огромный дом, много дорогих украшений, любящие родственники рядом и, конечно, очаровательная дочка. Жади ни в чем не знает нужды, но на ее лице неизменно маска скорби и печали. Она без конца вспоминает о Лукасе, парне, с которым была знакома всего несколько дней. А может, у Жади было слишком много свободного времени и ей нечем было себя занять? Будь у нее больше детей, суровый муж и домашние дела, на пустые мечты не осталось бы ни сил, ни времени. А так все заботы лежат на плечах служанок, дочку воспитывает мудрая Зарайда, и Саид носится с любимой женой, как с драгоценной вазой. Все не так, считают другие. Жади – жертва обстоятельств. Если бы она могла остаться с Лукасом, ее жизнь была бы совсем другой. И не пришлось бы 20 лет ждать свое счастье. А вы на какой стороне, дорогие зрители? Как думаете, кто больше подходит Жади? Легкомысленный Лукас или серьезный Саид? Но не только этот любовный треугольник заставляет людей снова и снова пересматривать любимый клон. Есть еще несколько причин, и они не менее важные. Во-первых, сериал снят невероятно красиво и качественно. Реальность горячих фестивалей Рио-де-Жанейро идеально сочетаются с арабской сказкой. Во-вторых, в клоне поднимается очень много важных.